Совсем недавно в интернете промелькнула новость о том, что умер Виктор Пелевин. Надеюсь, вы знаете, кто это. Я такая подумала, блин, грустный человек столько всего написал, и столько всего, скорее всего, не успел написать, а потом посмотрела, проверила, но оказалось, что это утка, и просто в очередной раз человек, видимо, либо чего-то наелся, либо чего-то напился, вот, и потом его откачали. Это хорошая новость, товарищи, Пелевин жив. Максим из Находки спрашивает, каким образом люди попадают в Турцию, как они остаются там жить, кто эти люди, кто эти иммигранты. Это люди, которым нравится здешняя погода, здешний менталитет. Это люди, которые купили здесь квартиры и остались жить, или которые решили оставить свой бизнес в России или за рубежом и освоить его в Турции. Также это симпатичные блондинки, которые вышли замуж за граждан Турецкой Республики. Или это какие-нибудь немецкие пенсионеры, которые решили последний час своей жизни дожить именно здесь, в этом месте. В Турции совсем не принято пропускать пешеходов через дорогу, даже если это пешеходный переход. И даже бывает на зеленый свет для пешеходов едет машина. Вот сейчас мы только что пропустили на пешеходном переходе. Блин, так приятно, раз в год такой случается. Чтобы вы знали, в Турции строительство развивается очень стремительно. Может быть, даже такое. Сегодня дом есть, завтра его снесли, а послезавтра начали закладывать новый фундамент. И через месяц дом уже готов. Так вот, теме строительства посвящен мой самый последний пост, в котором я задаю вопрос. У меня изображена очень интересная штука, такая длинная. И все ваши ответы и догадки, что это такое, пишите мне в директ или в комментариях. Поболтайте. Если никто не догадается, я расскажу об этом завтра утром. Что это за штука, как она работает, для чего она. А к этому моменту я почитаю в интернете много интересной информации про эту штуку. Даже не знаю, как она называется. Могу только вообразить. Работают в отеле, применяющихся в распоряжении такое большое количество людей, материалы для исследования, просто для познания мира. Только разных людей. Сейчас расскажу, что я есть. Например, люди, которые заказывают в Аликар-ресторане блюда с рыбой или вообще регитариацией, они соображают лучше, быстрее, чем те, которые заказывают свинину или курицу. Я думала, почему так? И пришла к выводу. Сейчас качество мяса все хуже и хуже становится. Скотинку подкармливают всякой каплей бякой. Соответственно, мясо, которое в итоге получается, оно какое-то уже не мясо, и оно действует на мозг, на образ мышления. Этими наблюдениями про гостей поделилась со мной гостевой работник, который работает в нашем отеле, Юлия. И если бы она это не сказала, я бы точно задумалась. Теперь подумайте вы, что вы видите. Для тех, кто соскучился по Турции, пряжь пустой, приезжайте в гости. Кусь, 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 кусь. Турецкий котик передает всем привет. Кусь, 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 кусь. Кусь, 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 кусь. Дорогие мои подписчики, расскажите мне, пожалуйста, чего вам не хватает в моих постах? О чем бы вы хотели бы меня спросить, но стеснялись? Рассказывайте, спрашивайте. А вы знали, что в Турции одинокие, живущие отдельно мужчины практически не существует? Пока они не женаты, они живут с семьей, с мамой, с папой. Мама им готовит, убирает, гладит и все прочее. И как только они принимают решение жениться, они потом переезжают просто в дом, где живут со своей женой, и уже обязанность мамы переходит к жене. То есть жена до них продолжает готовить, стирать, убирать и так далее. И некоторые мужчины так живут с мамами до 25-30 лет, ожидая всю свою жену, подыскивая себе что-либо подходящее. То есть одиночек, большая редкость. Как известно, Турция славится своими сладостями. Их куча-куча-куча, много-много-много. Много оценовых разновидностей. И сейчас я нахожусь в кафешке, и мы пробуем стандартную, обыкновенную, но тем не менее не означает, что самую невкусную. Это пахлава. По-турецки это звучит как баклава. Ну, трансформировавшись из одного языка в другой, да, ты можешь есть, баклава стала пахлавой в русском языке. Как она выглядит внутри. Друг, покажи. Олегу. О-о-о, и внутри она начинена. Она вам улыбается. И внутри она с грецким орехом. Все. Приятного аппетита. О турецком завтраке ходят большие легенды. И что же это такое? Вопрос. Показываю. То, что сейчас мы едим на завтрак. То есть я живу в Турции, по-прежнему напоминаю. Я, мой турецкий муж, что же у нас на завтраке? Сейчас я расскажу, покажу. Это сосисочки в томатном соусе, черные оливки, белый хлеб, помидорки черри, соливочки, это сырок домашний, огурчики, сок, это аджика. Турецкий завтрак, как правило, без хорошей турецкой музыки невозможен. Поэтому включили какую-то цыганскую песню, ну, как цыганское условно называю, и завтраком. Завтрак наш продлится еще целый час. А сегодня я обнаружила, что уже, оказывается, можно просматривать сторис с компьютера. То есть если заходишь на сайт www.instagram.com, заходишь, афторизуешься, то справа уже доступны истории, можно смотреть их на компьютере. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!